МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на телеканале Хабар 24 в студии Иван Тулинов. Здравствуйте. Вспышка вирусного заболевания обнаружена у домашней птицы в Акмолинской области. По официальным данным, в поселке Балкашина погибли более ста куриц. Пока речь идет о трех частных потворьях. Населенный пункт закроют на карантин, а республиканский эпизоотический отряд проведет санобработку. Сообщается, что птицы заразились вирусом Нью-Касл. Точные причины вспышки заболевания еще не определили, но ветеринары предполагают, что дело в невакцинированных цыплятах. По технологии они должны прививаться от заболевания Нью-Касла. Но перед реализацией, видать, с фабрики не вакцинировали. Соответственно, по достижению определенного возраста, когда владельцы покупали, после покупки владельцев, заболевание вот это начинается проявляться. И, соответственно, пойдешь в определенный процент количества падежа. Далее о темпах распространения коронавируса. Эпицитуация заметно ухудшилась в Восточно-Казахстанской области. Регион сегодня перешел в красную зону. За последние сутки ковид выявили у 120 человек. Таким образом, в опасной зоне теперь 5 областей. Расширилась и желтая зона. В нее сегодня из зеленой перешли сразу два региона. Актюбинский и Алматинский. Всего за последние 24 часа в стране подтвердили почти 1700 случаев заражения. Лечение в стационарах получают свыше 8 тысяч пациентов. 154 из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Еще 100 человек подключены к ИВЛ. Не справились с опасной инфекцией 28 казахстанцев. И сейчас на ваших экранах последние данные от Минздрава по вакцинированным. Первую дозу получили 8 миллионов 257 тысяч казахстанцев. Полностью прошли курс иммунизации около 7,5 миллионов человек. Власти Венгрии вводят дополнительные ограничительные меры из-за ухудшения эпицитуации по коронавирусу. Теперь ношение масок в общественном транспорте станет обязательным. Кроме того, всех работников государственных предприятий, а также медиков, обяжут пройти вакцинацию. Работодатели получат право требовать от сотрудников подтверждения о пройденной иммунизации. Отмечу, обе дозы вакцины в Венгрии получили почти 6 миллионов человек. Свыше миллиона прошли ревакцинацию. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали больше 30 тысяч человек. Мы призываем людей пройти вакцинацию. Если мы посмотрим на опыт Европы, то увидим, что вакцинация – единственное, что обеспечит эффективную защиту от роста заболеваемости. Там, где уровень вакцинации высок, количество госпитализации и смертей невелико. Чем ниже уровень вакцинации, тем сложнее ситуация. Борьба с пандемией и изменением климата – эти и другие актуальные вопросы обсудят мировые лидеры. Сначала на саммите «Двадцатки» в Риме, а затем на конференции ООН по изменению климата в шотландском Глазго. Это станет первым собранием, где подведут предварительные итоги мер борьбы с глобальным потеплением с момента подписания в 2015 году Парижского соглашения. Тем временем активисты Глазго уже проводят демонстрации, чтобы мотивировать политиков на конкретные действия. В частности, сохранить рост температуры на уровне в полтора процента. Мы должны напомнить мировым лидерам, что происходит. Мир горит в буквальном смысле и будет становиться только хуже. С учетом того, что конференция начнется через несколько дней, важно, чтобы мы напомнили политикам о важности этой проблемы. Пока недостаточно тех усилий, тех мер, которые отражены в документах. В скором времени температура может вырасти еще больше, отмечают в ООН. Если человечество не снизит количество выбросов более чем в два раза, то рост температуры составит не полтора градуса, а почти три. В организации также отметили обновленные климатические обязательства, о которых государство объявили в преддверии саммита по климату, не оправдали ожиданий. Эксперты напомнили, у человечества осталось мало времени для решения проблемы глобального потепления. Так называемая точка невозврата может быть пройдена уже к 2030 году. Власти Франции арестовали один британский траулер и оштрафовали другой на фоне обострения спора по поводу прав на вылов рыбы возле после Брекзит. Власти страны заявили, что на британском судне ловили рыбу во французских водах без необходимой лицензии. Лодка была направлена в порт Гавра. Улов конфискован, а капитану грозит уголовное преследование. Отмечу, споры о рыболовстве продолжаются последние несколько месяцев. Британия отказывается выдавать французским судам дополнительные лицензии на вылов рыбы в британских водах. Франция, в свою очередь, объявила об ответных мера. Страна намерена с ноября ужесточить таможенный контроль на границе с Британией, которая после выхода из ЕС перестала быть частью европейского общего рынка. В России суд в Кемерово вынес решение по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». К тюремным срокам приговорили всех восьмерых фигурантов уголовного дела. Они получили от 5 до 14 лет лишения свободы. Среди них генеральный директор предприятия, охранник и инженер противопожарной системы. Напомню, трагедия случилась в марте 2018 года. Тогда погибли 60 человек, большинство из которых дети. Пожар стал одним из двух наиболее резонансных в истории современной России. При расследовании специалисты провели больше 400 экспертиз. Кризис с нехваткой газа и повышением цен на голубое топливо затронул также Молдову. Переговоры «Газпрома» и «Кишинева» продолжаются сейчас в Санкт-Петербурге. Между тем, выделенные Еврокомиссией 60 миллионов евро помощи этой стране будут направлены на помощь наиболее пострадавшим. Об этом на брифинге в Брюсселе по итогам заседания Совета Ассоциации ЕС Молдова заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. В сложностях газового кризиса, Молдовы и итогах переговоров в Брюсселе разбиралась наш СОПКОР Жанат Эрнст. Долгосрочный газовый контракт Молдовы с «Газпромом» истек в конце сентября. Продлить его стороны не смогли из-за разногласий по ценовому вопросу. Требуя уплаты за должности в 709 миллионов долларов, российская компания продлила контракт на время переговоров и поставила Молдове в октябре меньший объем по рыночной цене почти 790 долларов за тысячу кубометров газа. Кишинев добивается снижения стоимости в среднем до 200-300 долларов. «Газпром» заявила о готовности продлить контракт и на ноябрь, если страна полностью оплатит поставки за предыдущие два месяца. Но в ответ в Молдове объявили режим ЧП и занялись поиском альтернативных вариантов краткосрочных поставок. На этой неделе страна впервые закупила миллион кубометров газа у Польши и полтора миллиона кубометров у Украины. Но это капля в море от необходимого на зиму объема. Повышение цен для Молдовы просто необычайно резкое. Вы знаете, оно увеличилось в три раза и может вырасти в четыре раза, если мы будем покупать все на спотовом рынке. Страна не может себе этого позволить ни в политическом, ни в экономическом, ни в социальном плане. Помочь вызвался и Брюссель. Еврокомиссия выделит 600 миллионов евро на борьбу с энергокризисом в Молдове. Эти деньги пойдут на помощь самым уязвимым потребителям газа и на закупку топлива у альтернативных поставщиков. Повышение цен на газ не только в Европе, а во всем мире в целом не значит использовать поставки газа в качестве геополитического оружия. В случае Молдовы это так. Это резкое повышение, связанное с некоторыми политическими проблемами, и это требует поддержки с нашей стороны. Но будьте уверены, что эти деньги, 60 миллионов евро, пойдут наиболее уязвимым слоям населения Молдовы. Переговоры с российским поставщиком продолжаются. И в Брюсселе премьер Молдовы Наталья Гаврилицы сообщила о некотором прогрессе на них. Молдова заинтересована в долгосрочном контракте с Газпромом на приемлемых условиях, которые мы сможем выполнять. У нас многолетнее сотрудничество и есть ожидания по прагматичным переговорам в экономической и торговой части. Наш вице-премьер Андрей Спыну сейчас находится в Санкт-Петербурге, где встречается с председателем правления Газпрома Алексеем Миллером и отмечен определенный прогресс в переговорах. Пишиневу предлагают варианты отсрочки уплаты долга или 25-процентную скидку на газ. Однако страна пока не готова этим воспользоваться. Сегодня часть предприятий переведены на мазут, и власти все-таки надеются на успех встречи в Санкт-Петербурге. В противном случае стране нужно будет найти новых поставщиков газа. Жанна Терна, Жамар Тахметов, Хабар, 24, Бельгия, Брюссель. Нурсултан Азербайев вручил наследному принцу Абудаби премию за мир безъядерного оружия. Эта награда учреждена лично Ельбасы. Объединенные Арабские Эмираты называют донором международной безопасности и миротворчества в приоритетах страны урегулирования затяжных конфликтов, вклад в нераспространение ядерного оружия, а также гуманитарная помощь странам мира. В этом году ОАЭ отмечают юбилей по случаю 50-летия образования страны, с чем и поздравил ее народ первый президент Казахстана. О сотрудничестве двух стран в материале Айгуля Диловой. Объединенные Арабские Эмираты в любое время года радуют своей жаркой погодой. Плюс 35 градусов на данный момент. Высокие гостей в эти жаркие не только в буквальном смысле дни власти страны принимают лично. Нурсултана Азербайева здесь рады видеть всегда. Приветствия наследного принца Абудаби тому подтверждение. Высокое почтение и искреннее взаимоуважение. Ваш приезд в Абудаби для нас большая честь. Мы всегда рады видеть вас, всегда учимся у вас, получаем знания. Ваш опыт очень богатый. Богатейшее государство на Ближнем Востоке с быстро растущей экономикой отмечает 50-летие со дня образования. С Казахстаном у Объединенных Арабских Эмиратов весьма активные связи. Это стало возможным благодаря частым встречам и плодотворным переговорам, которые возглавлял Нурсултан Азербайев, находясь на президентском посту. Сегодня в качестве почетного гостя Ельбаса подчеркивает высокие результаты этой страны. Вы всегда уделяете мне особое внимание. Сегодня я возглавляю Совет Безопасности в Казахстане. Политическую партию многие международные организации выбрали меня своим почетным председателем. Я прибыл сюда в том числе и для того, чтобы поздравить народ Объединенных Арабских Эмиратов с золотым юбилеем по случаю 50-летия образования страны. Хочу подчеркнуть высокие результаты вашей страны в различных отраслях, достигнутые за столь короткий исторический период. Вы подняли Эмираты на высокий мировой уровень. Хочу подчеркнуть высокие результаты вашей страны в различных отраслях, достигнутых за столь короткий исторический период. Проводите большую работу по гуманитарной помощи в мире. Пусть и дальше процветает ваша страна. За последние 15 лет в Казахстан привлечено из ОАЭ порядка 2,5 миллиардов долларов прямых инвестиций. Товарооборот в этом году превысил 530 миллионов долларов. И это вдвое больше, чем в прошлом. Около 300 предприятий работают в Казахстане с участием эмиратского капитала. Сегодня компании этой страны участвуют в реализации 11 крупных инвестпроектов в Казахстане стоимостью свыше 3,5 миллиардов долларов. Начинается еще одна сильная глава нашего сотрудничества с великой нацией Казахстана. И мы с нетерпением ждем еще больше новых проектов, инвестиций между нашими двумя государствами. Сосредоточены на торговле, инвестициях и сотрудничестве между нашими соответствующими агентствами и крупными компаниями. Я ожидаю в ближайшие 5 лет увидеть результаты в торговле, инвестициях, экономическом сотрудничестве. Другой вопрос точки соприкосновения по вопросам международной безопасности, региональной стабильности и устойчивого экономического развития. Здесь у двух стран полное взаимопонимание. Ельбасе вручил шейху Мухаммеду Бензаиду Аль-Нахаяну премию за мир безъядерного оружия и глобальную безопасность. Она учреждена Нурсултаном Назарбаевым и присуждается за выдающийся вклад, в том числе за активную деятельность, направленную на укрепление мира и дружбы, взаимного доверия между народами. Дорогой мой брат, мы закрыли самый крупный ядерный полигон. Казахстан отказался от четвертого ядерного арсенала. И с тех пор Казахстан считает лидером против раздражения. Я учредил премию за мир и безопасность, которые вручаются каждый долг. Для вас получил председатель МАГАТЭ Аман, председатель бюро поведенного раздражения ООО «Зерба». Следующая комиссия наша решила представить вам. Я считаю вас своим старшим братом. Вы для меня как отец. Я у вас многому научился. И это я считаю для себя большой наградой. Для меня большая честь получить эту награду из ваших рук. За казалось бы протокольными, но даже в этом случае теплыми словами глубокий смысл и уважение. Наследный принц Ирания неоднократно отмечал роль Казахстана в деле установления межконфессионального согласия и диалога в мире. Подчеркивая, что основатель этой страны, шейх Заид бен Султан Аль-Нахаян, восхищался президентом Казахстана как руководителем мирового масштаба. А премьер Нурсултана Назарбаева вдохновил ООО объявить 2019 год годом толерантности. В этой связи даже состоялся визит в Эмираты Папы Римского Франциска. Ключевая цель заключается в том, чтобы продвигать идею по формированию мира без ядерного оружия, а также продвижение идеи не распространения ядерного оружия, а также развития мирного атома. Сегодня соотношение международной помощи к валу национальному доходу арабских именств составляет 0,9. А это очень высокий результат с учетом того, что согласно стандартам ООН данный показатель составляет лишь 0,7%. И многие развитые страны по сей день не могут достигнуть этого результата. Объединенные Арабские Эмираты придают большое значение созданию мира свободного от ядерного оружия, всесторонне поддерживая позицию Ельбаса. Страной было вложено 10 миллионов долларов в проект по созданию банка низко обогащенного урана МАГАТЭ в Казахстане. ОАЭ называют донором международной безопасности и миротворчества. Сам наследный принц Абудаби сыграл важную роль в урегулировании затяжного конфликта между Эфиопией и Эритреей, участвуя в процессе примирения сторон. За последние 10 лет Эмираты направили 56 миллиардов долларов в качестве гуманитарной и благотворительной помощи странам мира. И эта работа продолжается и сегодня. Президентом Узбекистана избран действующий глава государства Шавкат Мирзиёев. Окончательные данные голосования объявила ЦИК страны на пресс-конференции. За Мирзиёева кандидата от Либерально-демократической партии проголосовала больше 80% избирателей. Это почти 13 миллионов человек. На втором месте единственная женщина-кандидат Максуда Варисова от Народно-демократической партии. На ее счету почти 7% голосов. Это больше миллиона граждан. Свой выбор в пользу кандидата от Демократической партии Мили. Тиклониш Алишера Кадырова сделали примерно 5,5% голосующих. Четвертое и пятое занимают представители экологической партии Нарзуло. Обломурадов и Бахром Абдухалимов от социал-демократической партии Адулад. Напомню, выборы состоялись в минувшее воскресенье. По всей стране было открыто почти 10 тысяч избирательных участков. Явка превысила 80%. Таким образом, Шавкат Мирзиёев заступит в свой второй срок президентства. Мирзиёева уже поздравили с победой президент Казахстана Касымжимар Тукаев и президент России Владимир Путин. Мы продолжаем работу в прямом эфире. «Человек-летучая мышь» против Леонида Ильича Брежнева. Знаменитый спектакль показали на одной из вторичных сцен. В зале, как и следовало ожидать, аншлаг. Советский триллер отыграли артисты Московского театра на Бронной. И дело даже не в том, что за время пандемии это их первый выезд за границу. Трупа не была в Казахстане больше 30 лет. А в этом году приехала, чтобы стать участником зрелищного театрального фестиваля. Марк Брюшко побывал на, пожалуй, первой за долгое время торжественной красной дорожке. 43. Всего 43 метра красной плотной ткани. А сколько радости и восторга у людей вокруг. Продолжительный период безмассовых мероприятий, вызванный пандемией, можно считать закрытым. Теперь время для выхода в свет. Фестиваль «Театр Олл» — это свыше 20 постановок от 11 творческих коллективов столицы и приглашенных гостей. Зрители точно будут довольны разнообразием спектаклей. Ну и пару слов о самой программе. В первый день фестиваля зрители ждали сразу две постановки. Первая — это наша «Жемчужина» оперы Кыжебек. Вторая — «Человек-ветучая мышь» против Леонида Ильича Брежнева. Ой, дудочки, как вы воспитываете вашу дочь. Кобекс — это орудие террористической пропаганды, все еще и ненависть к Советскому Союзу. Если первую ставит наш театр «Астана-опера», то вторую в столицу Казахстана привез Московский театр на Малой Бронной. Это лирическая фантазия о том, как жилось бы супергерою из американских комиксов в типичных брежневских реалиях. Авторы характеризуют ее как советский триллер. Для нас было очень важно привести в Нур-Султан яркую постановку, которая пользуется большим зрительским успехом. И мы выбрали одну из последних премьер этого года, которая буквально полгода назад вошла в репертуар нашего театра. Мне кажется, что все три дня показа, и мы знаем, что все проходит на аншлаге, позволят нам в дальнейшем возвращаться в Казахстан еще не раз. Я порезался. Сказал додочке, ну, а как? Я истекаю кровью. Не врите, сказала наша мама. Вы жуткие. Я порезался. Семь дней на всех театральных сценах столицы будут проходить не только спектакли, но и мастер-классы, а также выставки современного изобразительного искусства. Церемония закрытия фестиваля состоится 1 ноября тоже здесь. Тут же пройдет и вручение первой театральной премии «Театролл». Ну, а сами спектакли будут длиться еще до среды включительно. Церемония пройдет вечером. Номинаций очень много. Лучший актер и актриса, роли второго плана, режиссура и драматургия. Отметим также лучших артистов балета и солистов оперы. Для молодых артистов есть отдельная премия. А вот какие призы получат, пока остается загадкой. Узнаем совсем скоро. Впрочем, судя по этим кадрам, подарок театралы уже получили. Это полный зал и громкие аплодисменты. Марк Блюшко, Асхат Каракайшеев, Хабар, 24. И в завершении о погоде. Дождь и снег прогнозируют в некоторых регионах Казахстана. По данным КАЗ «Гидромета», в горных районах юга и юго-востока страны будут особенно сильные осадки. Также по республике ожидается туман практически во всех регионах, кроме восточных. На севере возможен гололед с низовой метелью. Лишь в центре Казахстана под влиянием повышенного давления ожидается погода без осадков. И на этом все. Еще больше событий на нашем сайте 24.kz. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok